Девушки отдыхают Но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Слава Твою, Сыну и Святому Духу, ныне и пресной, вовеки духов. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитву при чистой Те Матери и всех святых Твоих, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй Вас. Аминь. Божьей милостью будь мне грешен, и создав мне, Господи, помилуй меня, и счастливее грешен, Господи, прости меня грешного, и помилуй меня. Вот утро сегодня, видите, необычное какое. Во сколько подъем был? В шесть. В шесть. Видите, едва-едва к восьми поправляется. Не работали, ничего. Время так идет, гимнастика, молитва. Видите, какой наш лагерь прекрасный. Не то, что мы хороши, а сам устав гласит об этом. Так, где Никита? Никита? Он? Стоит. Иди сюда, быстро. Да бегом. Так, Оля, ты ходишь все время руки в кармане шагом. Колокол ударил, ты развалишься как. Бегом туда и обратно. До колокола и обратно назад. Бегать можешь. А что ты себя так поставила, что ты будто бы немощная, больная? Руки из кармана. Так, как работали? Хорошо. Хорошо. Балки вытащили, которые говорил? Вытащили. Все. Значит, тебя просят отдать сегодня, Виталий. Я тебя отдаю. Рядом, напротив, там, где ты бываешь, Нянила Александровна. Там ей там что-то, она уже от цемент достала. Там отмостку сделала. Делал же когда-то. Ну, короче так, она заплатит и там кормить. Скажи, меня кормить здесь не будет. Сегодня я покормлю и на этом все. Пока не сделаешь. Она давно просила. Дальше у нас работа пойдет здесь такая легче. Более трудная работа мы уже отошли. Все на этом. Теперь надо, которые дрова на площади пруда лежат, их надо все куда-то убрать. Когда бульдозер зайдет, он не будет разговаривать. Он подденет и с землей вот так кашу сделает. Вытащить надо. В сторонку, куда угодно. Но убрать с этой территории, которая окаймлена у нас. Понятно? Это завтра, видимо, утром или сегодня пойдете. Трое. Там тяжелого такого ничего нет. Ну, все. Слава Богу. А тут на... Клен убрали за забор. Сложили аккуратно. Вдоль забора. Не клен, а ветла здесь была. Ветла, которую убрали. Ну, слава Богу. Это хлеб резать туда. Иди режь. Значит, другое. Я сегодня гимнастикой немножко занимался. Показал, как гимнастика переходит в духовное. Руки у меня все держи. Вот поклон, когда земной делает. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Крестное ознамение. То есть, это сатане показать. Вот он крест, он крестом разбитый. Потому что он кричал, сойди с креста. Златоуз говорит, это не люди кричали. А это через людские глотки кричал сатана. Потому что закон гласил так. Возмездие за грех смерть. А поэтому впервые в мире смерть наступала, а греха нет. И они подбивали, чтобы Христос согрешил. А он молится за врагов. Сатана этого не понимал. Лев Толстой описывает, как наручники захлопнулись на сатане. Он образно это показывает. Крест. Некоторые сегодня отвергли, креститься не надо. Но это ересь, это септы, которые не понимают ничего в этом вопросе. Крестное знамение показывает, когда совершает земной поклон. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Смотри. Не играю. Земной поклон. Смотри. Вот это место сгибается. Колени сгибаются. Поясница сгибается. Руки все сгибаешь. Ты 10 пальцев. Голова, шейный позвонок. Американец, обратившийся в православие, хирург, исследовал и показал, что все до одного сочленения, полностью все, участвуют только в земном поклоне. Еще непонятно, что отвергли. Так, Егор, тебе лекарство сегодня я выпросил у Бога. Ты поехать должен другим. Тысячу поклонов каждый день. Земных. Земных, выйди сюда. Вот так, видишь, как делается? Так, сними. Одну. На той стороне. Все, все. Другую не снимай. Соверши земной поклон. Вот так, на хуражку наклонись. Видишь, как ноги? А то вот так поднимайся. Вот, Господи Иисусе Христественный Божий, пойми мне, Гриша, я не полноценный. Но я знаю, как. Преклонись колени. И опять ногами не двигаться, опять подняться. Мне это нелегко. Можно? Операция. И началось. Понял? Ну ладно, хорошо. Глуши его. Пост и молитва. Лишний вес сбрось. У тебя будет другой. У тебя безответственность. Безответственность просто жуткая. Что сделал? Какие последствия? А этим камнем, который ты бросил вчера грязью, он залимонил сюда тебя. Неразумно это. И что с тобой дальше было? Да что это? Понятно что. То есть бросил, дальше не думает ни грамма. Бросил стекло на землю. А ногу порежет кто-то. Тявку бросил кверху лезвием. Ты понял? Половись. Тысячу поклонок дома делать. Здесь ты не успеешь. Тебе некогда будет. А вечерами? А вот они стоят на это... Нарушения после отбоя у них есть. Пускай и делают. Да? Вот и делай. Нарушитель? Да. Тебе это надо? Надо, 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 надо. Поклоны нужны. На это мы выехали сюда. Мне вот дали задание зелень делать. Зелень, которую подкладывают. Я туда-сюда мотался, пришел к Надежде Васильевне, там выпрашиваю где-то что-то. И там приходится... Медленно двигаются. Для меня это абсолютно неподходящее. Вот, допустим, вы решили пойти по ягодам. Я иду с вами. Я нашел где ягоды. А вам я там не нужен. Вы от меня можете легко избавиться. А как? А вот как в прошлый раз. Два часа я ждал. Уже я не пойду с такими людьми. Для меня это неподходящее. Ну, объедали в разное время. Два часа. Вот только опаздывай, и я уже с тобой не буду. Я буду отдельно работать. Зачем я буду работать? Яму копать вот такую, когда я могу в это время 3 кубометра выбросать. Не ждать тебя. Зачем мне это нужно? От меня легко избавиться. Начинаешь это медленно делать, я с тобой рассчитаюсь. Тебя не будет рядом. Понятно? Платят за работу, а не за то, что ты зубы показываешь. Не за это. Что ты сделал? Раньше люди как? Нанимались дом строить. Они рубили день и ночь. Сейчас Алексей заказал там сделать. Там из бруса или чего делает-то? Два месяца. Да за два месяца там можно 10 домов срубить. Работать. Отучились. Патриарх Алексей Второй говорит, отучили молиться, отучили трудиться. Вот оно все связано с этим. Труд и молитва, как Антоний Великий говорит. Мы сейчас сядем за стол, вы про себя молитесь. Чтобы у вас глупостей никаких не было. Я песню одну услышал такое, что дочери были счастливее матерей. Слышали, может? Мирская песня. Но смысл не заложен. Вы должны быть счастливее. Другая песня пасет. Девушки, девушки, зачем вы красивых любите? Какая красота. Там черви. Выступает имам какой-то или шейх. И говорит, вот ты полюбила там жениха. Надень хиджаб. То есть у них вот хиджаб, это все закрывает. А ты разделась. Во Франции-то они там французские законы соблюдают. Ну жениха твоего убили, в могилу тебя посадили. Ты будешь с ним сидеть там день-два? Ты выскочишь оттуда. Ну а каждый из нас это ходящий гроб. У нас 300 разных червей живет. Потерялась жена у одного с мященником. Уж не буду называть его. И когда нашли, там куча червей. Больше ничего нет. И он говорит, я стою, смотрю. Ну как, только в салафановом мешке хоронить-то. Это я любил, целовал, спал. Ужас напал на меня, говорит. Это мы все такие. Поэтому ты внешне это видишь какое. А ты, если тебе суждена любовь, то полюби такой, который Бога знает, Бога любит, который трепещет. Вот есть такая Людмила Плетт. Она не православная. Но у нее есть хорошая беседа между нами и девушками, кажется она говорит. О целомудрии. Вот если она девушка уже не девушка, уже порченное яблоко надкушенное. Какая она будет? У юноши все время будет отвращение. Понятно? Она говорит, знает о чем говорит. Она работала с молодежью много. Поэтому береги себя. Целомудрие и стыдливость. Не позволяй ничего. Вот в прошлом году у нас был тут Паша. Он там футбол играет, он девчонок лапает. Лег на эту площадку. Они качаются, не видят. Но она качнулась на площадку-то. А он лег, лидит, под подол заглядывает. Никто не мог ему выстрелить в глаза-то там. Но я ему запретил даже приезжать сюда. Веры нет. Он говорит, а души у человека нет. И он больше тут никогда не будет. Губы не оттягивайте. А так вот рот не косите никогда. Я вам маленькое доставление отдал. Сейчас за стол. Лоточки. Даже бегать нет. У всех все едут. Ну вообще. Вот это воинство. Все. Ну я на всякий случай покажу. Все за стол. У нас ребятишки интересно спрашивают, а батюшка будет или нет. А если батюшка, значит длинная служба будет. Смотри сколько комара. Надо было уйти туда. Подожди. Галь. Не возможно доедает. Уже тут накрыли. Ну это долго нам закрыть. Долго. Так, я спрошу. Так, где скомары? Будем здесь обедать или туда потянемся? Здесь. Здесь говорят. Здесь? Ну ладно. Сейчас посмотрим. Поднимите руку. Кто за то, чтобы здесь обедать? Опустить. А кто за то, чтобы пойти? Опустить. Все, проиграли. Садись. Проиграли мы на этом референдуме. Да. О. Ну и дали мне. Так это уже никому не достанется. Совсем мало. Так. Маленькие мои. Давайте ложки сюда. Подкормите меня. Скорее. Ой, ой, ой. Давай, давай. Ложку, ложку давай. Вот оно идет. Давай. Совсем мало сегодня наточили. Вот она моя радость. Давай. Давай. Растите быстрее. Храни господи. Кто тер, тому. Растите, цветите. Плоды принесите. Так, не забывайте. В левую руку кусочек. Дежурная. Смотри внимательно. Рот закрывай, когда позеваешь. Руки не держать под столом. Смотри. Вот. На любом расстоянии могу донести. Не надо наклоняться. Ты человек, помни. Ты человек, не скотина. Скотина наклоняется, а человек пищу подносит сам. Так, сейчас ешь. Ты понял, где? Напротив, красивый домик такой. И скажи, я пришел. Она вчера просила меня очень сильно. Она только делай как следует. Там Надежда Васильевна просила холодильник занести. Да, ребята, поедете к Надежде Васильевне заберите холодильник. И потом подсоедини ей. Подожди, еду. Мне сразу взрослого. Давай. Давай. Валерий Курас